Как вы в шоу, 9 лет. Он сценарный спектакль. Скажите, пожалуйста, много ли у вас сейчас осталось артистов из первого состава и как вообще проходит ротация? Остался мой брат. Он ждал этого. На самом деле мы очень сильно, хочется русское слово, модернизировали, наверное, да, апгрейдили то, что называется спектакль. Фактически в рамках химитографа есть понятие ремейк. Вот мы сделали ремейк. К большому сожалению, не присутствует главный режиссер, постановщик именно спектакля Дарья Пучинская, которая провела вместе с нашей командой очень большую работу по модернизации. Фактически полностью переписан музыкальный ряд. Сделаны видеодекорации 100% новые. Мы сделали новые реквизиты. То есть из реквизитов фактически ничего из того спектакля не осталось. И, естественно, состав, потому что за 9 лет и коллектив Большого Московского цирка сильно изменился. Но при этом качество только улучшилось. То есть мы понимали, что есть моральное устаревание определенных вещей, которые пришлось модернизировать. И в том числе мы сами для себя захотели улучшить те вещи, которые, когда был выпущен спектакль, в принципе, выпустили, как выпустили. Вот тогда было так, но когда ты работаешь, ты думаешь, а вот можно еще лучше здесь сделать. Вот мы все эти нюансы учли, поэтому привезли максимально обновленный спектакль во всем. Давайте еще один вопрос, и все. Да, пожалуйста. Два вопроса еще, и мальчик. Пожалуйста, а вот с кем вам удобнее работать? Животными или с людьми? Фиги спрятался. С животными. А почему? Да нет, я шучу, конечно. Со всеми удобно работать. Можно, да? Без бутанкового, я смотрю, по-другому. Со всеми по-своему удобнее работать с людьми по одному, ты работаешь с животными по-другому. К животным ты находишь подход определенный, потому что животное всегда, не всегда может в хорошем настроении находиться. А с людьми как-то по договоренности, допустим, в Сумстане, и мы начали делать, потому что по началу у нас не сходились некоторые моменты в спектакле, и уже по ходу дела как-то друг друга начали понимать, выполнять и сработать. А вот с животными, кто у вас с вами поварит? А сколь два альтернатива, я говорю два альтернатива. А вы не животные? Нет. Боже, блядь. А вы животные? Простите, друг другу мы это можем сказать. Это бывшие главные исполнительные роли. Среди животных мой поварит, конечно же, тот лев, который меня отцепнул за руку. Я сейчас за ним очень пристально прямо наблюдаю, но не только, соответственно, за ним. За всеми нужен глаз за глаз. Говорит за полно. А можно я ребятам задам вопрос? Нет, нет, просто перед ними поставлена задача, а они влюбленная пара. Насколько тяжело вам было какую-то химию родить между другими? Есть ли она у вас? Нет, она еще не родилась. Все в работе. Мы в Нижнем Новгороде только привыкли к другому. Так, не пускай, ведь. Ну, так сказать, когда в Манеже я какую-то химию ощущаю. Но на самом деле, я не знаю, какую Ри, у меня присутствие какой-то симпатии, вот искренне она есть. Ну и в принципе я в жизни, и я очень хорошо отношусь, вот поэтому это было очень сложно. Да, я почему сказал, что они сработались, потому что в Москве, я не знаю, если вы знаете, работала сначала Дарья Пурчинская, трой. Вот с ней на протяжении четырех месяцев работы у нас была вот прям, я чувствовал, такая химия, что просто любовники позоверят. Давайте, а станем или сейчас, я думаю, еще обработаемся, у нас будет гораздо больше. Спасибо. Посмотрим. Спасибо. Наблюдайте. Давайте. Андрей Кидаури, канал Теледедка. Расскажите о ваших самых крупных актерах, о слонах. Как превратить их в изящих актерах? Ну, слоны в цирке, это всегда, это большой успех, если в цирке есть слон. Потому что на сегодняшний день, действительно, мы сталкиваемся с проблемой, в том, что в нашей стране очень сильно не хватает, не хватает слов. Но при всем при этом слон, это очень, очень высокоинтеллектуальное животное, несущее в себе как большой ум, так и большую опасность, благодаря их вот этому серьезному уму. Потому что чем животное умнее, тем больше у него есть возможности что-то придумать, что-то задумать и что-то реализовать. Поэтому дрессировщики слонов, это всегда люди, которые постоянно ощущают на себе те самые проверки. Слоны до конца жизни будут проверять тебя, как человека, в каком-то состоянии, моральном, физическом. Они будут пробовать, они будут щупать, они будут смотреть, как бы в кондиции ты или не в кондиции. И, конечно, это большая, большая забота, потому что, несмотря на то, что слон громадное животное и кажется, что способен справиться с любыми трудностями, это очень такое животное с высокой, как это называется, со сложной душевной организацией. И человек, работающий со слонами, в буквальном смысле слова, большую часть времени проводит с ними, светового, разговаривает, общается. У нас 24 часа в сутки присмотр идет за слоном, в буквальном смысле слова, люди ночуют, ночуют рядом с вольером, где есть слон. Вот и все. Но это, честно скажу, еще и большое счастье, потому что, когда на тебя смотрит слон добрыми глазами, ты вот прям чувствуешь вот это и любовь, и уважение, вот это настолько умное животное. Я очень часто, в буквальном смысле слова, целую свою слониху и получаю вот это удовольствие, потому что вот вижу, как у меня с ней особое отношение, и самое главное, как у нее ко мне особое отношение. И я искытываю буквально в смысле слова счастья от этого. Я очень счастливый человек, что у меня есть слон. Спасибо вам большое, друзья. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Мы, к сожалению, ограничены во времени, а то это можно...